Я Жанна. И сегодня третий день моего путешествия из России в Португалию. Если вы уже видели мои предыдущие видео, то я рассказывала и показывала вам дорогу из России в Великобританию. То есть здесь я в Великобритании провела всего один день, успела перепаковать чемоданы. И теперь мы едем в аэропорт, лондонский аэропорт Хитрово. И оттуда из терминала номер 3 состоится моя поездка, полет опять на британских авиалиниях в Португалию, в столицу Лиссабон. Ну а сейчас я хочу вам показать немного местность, где мы находимся. Это небольшой городок, называется он Ньюпорт Пагнел. Может кто-то знает, может кто-то был. И где-то, наверное, в зависимости от движения, надеюсь, не будет очень много машин на дорогах, а дороги не будут загружены. Где-то должно занять, почти 2 часа должна поездка занять, может быть чуть поменьше. Ну вот сейчас я вам покажу немного Англии, кусочек Англии. Попали мы на светофор. Вот такие английские студенты пришли. Англия нас встретила холодной погодой. Было очень холодно. Вот сейчас показывает где-то 9 градусов тепла. Сегодня можно жить. Но когда мы приехали, был всего 1 градус, даже ночью, наверное, был минус. 0 минус, был снег. Но уже все растаяло. То есть видно какие-то лужи на дороге, то есть все растаяло. Надеюсь, небо немного прояснится. Но даже при таком небе, если не будет никаких больше осадков, я надеюсь, небо не будет. Вроде не обещали за мостов. Мы сможем спокойно улететь. Надеюсь, без всяких задержек. Со стороны погоды неприятных. Так мы сейчас, это, скажем, местная дорога пока. Здесь видно английские домики. Такой стандартный стиль. После Португалии. Мы в Португалии пробудем где-то, наверное, 5 недель, почти месяц. Я буду вам рассказывать, показывать Португалию, жизнь в Португалии. Мы там будем не спеша ходить по достопримечательностям. Надеюсь, много успеем посмотреть, покушать португальскую еду, попить портвень. Так, ну а потом мы вернемся в Англию. Здесь мы опять пробудем тоже где-то микс месяца. Я вам смогу показать уже намного больше английской жизни. Ну, может быть, где-то как-то куда-то я выйду, покажу английские достопримечательности, да, в Англии. Ну, а так сейчас здесь, конечно, ничего интересного нет на этой дороге. Здесь все такое серенькое, уныленькое, как всегда затянутое небо. Конечно, в феврале, это сейчас февраль, такая погода очень нетипичная. Хотя последние, наверное, 2 или 3 года уже в Англии зимой стал выпадать снег. Ну, а сейчас мы едем. Будем выезжать на автотрассу. Автотрассу до Титрова. Автотрассы пока еще не доехали. Вот здесь. Вот это такой country-size. Поля английские, поля... Всего-то мы приезжаем. Зеленые поля, листья опали с деревьев. Хотя обычно в это время они уже, в принципе, начинают наоборот зеленеть. Ну, вот. Еще какие-то остатки зелени мы видим. Невзялись тва опала. Очень непривычно все-таки видеть Англию в таком виде. Опавшей листвой. Ну, сегодня вот снега нет. А вчера снег был. Было, ну, очень холодно. Знаменитые английские roundaboutы. Опять вошли домики какие-то. Фактически все дома в стандартном стиле, да, у англичан. Так, ну, а здесь будут в основном поля. Опять же, все-таки, это не Лондон. А... Ну, и дальше мы выйдем уже на автотрассу. Вот он такой английский автобанк. Это Motorway, М1 называется. То есть это... Нью-Порт-Акмала, это получается север, да, севернее. То есть мы сейчас едем в сторону Лондона и ждем на юг. Уже видно, погода немного улучшается. Уже 10 градусов тепла. Так что... Все не так уж и плохо. Небо проясняет. Это уже хорошо. Так, мы все еще едем в автотрассе. Уже слева, вы видите, вот такие знаки на английских автотрассах. Там сообщение появляется. Разная ситуация на дороге. Так, вот мы уже видим, здесь знаки висят. Это Хитроу, Газвика. Направление там показывает. Не дистанция, а направление. Таких знаков сейчас очень много. Вот, кстати, мы уже с М-1 переехали на М-25. Здесь, в принципе, на дорогах очень хорошие разметки. Все понятно, куда едешь. Вот сейчас опять, видите, сверху. Вот такие разметки. Кстати, вот, например, вот эта вот камера справа, по лесу, показывает, что это должны быть установлены где-то скоростные камеры здесь на шоссе. А вот такие вот черные квадратики. Если вы посмотрите, обычно, вот они сейчас выключены, прям под знаками, вот они висят, эти черные квадратики. Там иногда включаются разметки. Как там включаются, они показывают иногда ограничение скорости. Или, допустим, что данная линия там такой, знаете, появляет апрельстики. Еще осталось у меня не совсем тонко, наоборот. В Англии вообще, вот я заметила, очень любят такие мини-ваны. Они почти практически везде, по всей Англии. Это люди, занимающиеся сервисом, ну, в сервисе работающих, используют эти мини-ваны. Очень популярные в Англии. На мой взгляд лично, как и мне кажется, они очень популярные. Практически все на них ездят, и те, кто моют окна, и пасты-сервисы, и садовники, все. Нам повезло, дорога практически пустая. А это такси. Такое. Интересная машина. То есть дорога практически пустая. Мы нигде не постояли. Ну, правильно, сейчас где-то всего 3 часа. В это время, конечно, дороги свободны. Лучше всего в это время ехать. Практически нет загруженности. Ну, а конечно, в час пик здесь все забито. Где-то, да, в 6 часов, в 5, наверное, где-то так начинается. Все будет забито. Вот сейчас мы увидим, что у нас слева как раз нам показывает, сколько нам осталось. Показывает дорогу, да, М25, и сколько вот дохитрого осталось 8 мил. Да, здесь все в милях в Англии. Нет, они все показывают в милях, либо в ярдах. Такая у нас разметка не в километрах, а в милях. Что здесь еще у нас интересного на автотрассе? Дорога, конечно. Ладно. Ну, понятно, что с другой стороны, да, здесь вот сколько у нас, 4 линии. Да, самая окраинная линия, там, слева, там, только для экстренных остановок. Там можно найти телефоны практически через... Ну, очень часто они встречаются, если можно позвонить, экстренные вызовы сделать. Так, конечно, нельзя пользоваться, что линия, с самого, там, остального, с самого слева. Ну, а автотрасса, она, как бы, есть, наверное, как и везде. А все автотрассы, да, ничего интересного нет, не видно, да. Города мы проезжаем, где-то там они остаются вдалеке. Вокруг видно, видно, только деревья. Там где-то мы проезжали опять поля, деревья, поля, все. Города практически не видать. Домики все далеко от трассы находятся. Ага, вот вверх вот камеры видно, да. Ну, это камера не скоростная, это камера, которая следит за ситуацией на дороге. То есть, что, какая загруженность, что происходит. А вот опять такое темное табло, оно сейчас отключено, опять же, да, там показывают обычно сообщения. Есть ли какие-то предупреждения на дороге, в заторе. Вот это все показывается. Так-то много. О, вот уже видно, не знаю, видно вам, нет? Уже видно самолет. Вот он видит. То есть, в это мы уже близко к аэропорту подъезжаем. Вот он такой самолетик. Уйдит. Скорой мы полетим. Даже ты летишь самолетик. Ну, Хитро один из самых загруженных аэропортов в мире. Вообще он считается, по-моему, третий по загруженности, но... Это очень большой аэропорт ездил. Самолеты там взлетают, ну, не знаю, почти каждую минуту. Через пару-несколько минут. Так, вот где-то еще тут один самолет я ловила. Где? Нет, куда-то делся он у меня. С поля зрения вылетит, да? Нет, не видно? Нет. Куда он делся? Еще один самолет. Нет, не могу найти. А, вот он появился. Долго я тебя искала. Видите, всего за какие-то считанные минуты уже летит следующий. И все по очереди. Вот она. Летит птичка. Через каких-то пару минут, наверное, должен появиться уже следующий самолет. Вот он летит. Не успела я отключить камеру, так вот он появился, следующий. Видите, какая? Какой трафик. Как летят они часто самолеты друг за другом. Так ты souчастник. Какой трафик. Какая трафик. Какая трафик. Попал. Какая трафик.